В России разворачивается очередная кампания репрессий. Под репрессивный каток попадают то левые, то либералы, то вообще какие-то достаточно случайные люди. Во всем случае все те, кто не согласен с властью или кто кажется власти по каким-то причинам опасным и подозрительным. Потому что на самом деле, конечно, четкой системы здесь поймать нельзя. А мне кажется, что просто то ли каждую пятницу, то ли каждый понедельник собираются какие-то люди в каких-то кабинетах и говорят, так, кого будем кошмарить на этой неделе. Ну давайте, о, вот этих еще не трогали, ну давайте по ним пройдемся. Ну в этот раз досталось Гудкову, Дмитрию Гудкову, причем всей его семье, потому что там еще какие-то родственники пострадали, у них тоже обыски. Дмитрий Гудков, бывший депутат Государственной Думы от «Справедливой России» сейчас сидит под арестом и его обвиняют. Тоже не очень понятно в чем, что какой-то его родственник или родственница когда-то что-то не заплатила по аренде. Какое отношение к этому имеет Гудкову непонятно, но он сидит уже за решеткой. Сам Гудков комментировал очень просто, я хотел избираться в Государственную Думу и, соответственно, вот теперь, видимо, избираться не буду. Ну, понятно, теперь человека будут держать как минимум до сентября. Ну, а другой у нас герой – это Андрей Пивоваров, известный журналист, которого обвинили в связях с «Открытой Россией». И вот тут уже сработал самый замечательный закон, имеющий обратную силу. То есть обратную силу он имеет потому, что «Открытая Россия» уже прекратила свою деятельность, а Пивоварова, тем не менее, хватает за то, что он с ней был связан раньше, когда она была совершенно легальна. Ну, опять же, что тут скажешь? Обычные, так сказать, будние диктатуры. Но в то же самое время, я думаю, что те, кто начали сеять уже тотальную панику, тоже немножко поторопились. Потому что все-таки пока говорить о массовом терроре не надо. Просто хотя бы потому, что не надо раньше времени кричать «Волки». «Волки» есть, они уже ходят вокруг, но раньше времени кричать не надо. Потому что массовых репрессий, таких, которые затрагивали уже десятки тысяч и миллионы людей, пока еще нет. Пока еще идет только о сотнях и тысячах, что тоже уже достаточно впечатляет. Во-вторых, слава богу, пока не дожили еще до массовых расстрелов. Ну и особые тройки или наоборот там какие-либо гестаповские подразделения по улицам не ходят. Надо ли этому радоваться? Нет, не надо. Потому что если не будет каких-то существенных изменений, то рано или поздно система в это болото все-таки погрузится. Тем не менее, пока все-таки эта катастрофа еще не достигла точки невозврата. Потому что на тех пор, пока массовых убийств нет, власть более или менее способна контролировать ситуацию. Если дойдет до достаточно серьезного кровопролития, то проблема уже будет для власти. Потому что остановить и взять под контроль такую вакханалию, как правило, очень непросто. Об этом говорит вся история 20 века, да и последних десятилетий тоже. Пока Россия еще не достигла уровня Белоруссии. Пока репрессии все еще являются спорадическими кампаниями запугивания, а не уничтожения. Но, опять же, власть, конечно, уже пошла по весьма скользкой дорожке. Тем не менее, мы должны понимать одно. Запугать общество так легко не получится. Потому что в обществе пока еще есть некоторый уровень сопротивляемости, хотя бы эмоциональный. И пока общество скорее воспринимает все происходящее как безумие, как абсурд, как чушь. Прячется, уклоняется, не сопротивляется на самом деле. Но в то же самое время нет еще вот той границы, за которой точка невозврата будет пройдена. Что будет, если они пойдут по этому пути и пройдут точку невозврата? Сказать трудно. Но для них самих это тоже будет плохая новость.